Следующий вопрос «Изаул саяйлей битафри хималин аля абуа билбир ауа лабал аль мустахикин фааллау ахзу минх», говорит, если человек оставил другому человеку завещание ответственности, чтобы тот взял определенное имущество из его наследства и раздал его на пути добра, или раздал его тем, которые заслуживают этого имущества, то есть беднякам и тому подобное, то можно ли сказать, что раздающий вот это вот завещание сам тоже может взять из этого что-либо? То есть, смотри, человек пишет завещание ответственности, назначает какого-нибудь человека, назовем его Зейд, и пишет Зейду, говорит, Зейд должен после моей смерти, я оставляю Зейда как ответственного после моей смерти распределить мое завещание по беднякам. Теперь вопрос Зейд, сам бедняк, может ли он взять тоже из этого имущества что-либо себе, так как он тоже входит под общее слово бедняки, или говорит требующим знания, или говорит муджахидам, или говорит таким, или говорит таким, и он входит в эту категорию. Может ли он при раздаче взять себе тоже что-либо из этого? Первое мнение в этом вопросе, это мнение Мама Ахмада, Малика, а также Шафии, которые сказали, нет, сам раздающий завещание не может брать из него ничего. Говорит, потому что ему было приказано раздать это имущество, поэтому он не должен оставлять у себя из этого ничего. Второе мнение в этом вопросе, это мнение Абусаура, а также Ханафитов, и это одно из мнений Ханбалитов, сказали нет, может он взять из этого имущества даже себе что-либо, если он подпадает под ту категорию, которая направлена завещание. Абн Кудама говорит, упомянул еще одно возможное мнение у Ханбалитов, что нужно посмотреть на что? Нужно посмотреть на косвенные доводы, что имел ввиду тот, который оставлял данное завещание. То есть, допустим, если завещатель сказал, раздай это имущество беднякам, а тебе я отдам отдельно, тебе я отдам что-либо отдельно, допустим, здесь уже понимается, что он не подразумевал под бедняками самого этого человека. Если же есть другие какие-то косвенные доводы, которые указывают на то, что он сам входит тоже в это завещание, то он может взять себе. Видишь? Вот эти косвенные доводы указывают на то, что завещатель имел ввиду также этого человека, и как бы имел ввиду, что он сам тоже может взять себе что-либо из этого имущества, то, говорит, он может это сделать. Если же нет, то нет. Вот это мнение Ибн Кудамы является крепким. Это то, то есть, в чем оно заключается, то, что необходимо смотреть на косвенные доводы. Говорит, если же косвенных доводов в вопросе нет, то верным является слово Абусаура, а также кого? Ханафитов и одно из мнений ханбалитов. То, что человек может взять себе что-либо из этого имущества, если он подпадает под категорию тех, кому это имущество необходимо раздать. Но более богобоязненно является оставить это и не брать из этого ничего себе. Вот этот вопрос понятен или нет? Значит, если завещатель оставил кого-либо в качестве ответственного, чтобы он раздал его завещание, допустим, беднякам. То есть, этот человек, который раздает, сам является бедняком. Может ли он взять из этого завещания себе что-либо так же? Мы говорим, если косвенные доводы указывают на это, то он может взять без сомнения. То есть, если же косвенных доводов никаких нет, которые не указывают ни на это, ни на это, тогда он может взять меньшало, потому что он сам тоже входит в эту категорию. Но если есть косвенные доводы, которые указывают на то, что он не входит в это понятие, и он не должен брать себе из этого ничего, тогда не имеет права ничего из этого брать. Далее.